В Киеве назвали условия по выполнению политического блока по Донбассу. В Киеве назвали условия по выполнению политического блока по Донбассу. 12.50. РИА Новости. Стрингер первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. РИА Новости. Стрингер. Киев. 28 апр. РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке страны Ирина Геращенко заявила, что для выполнения Киевом политического блока по Донбассу Россия должна отменить указы о признании выборов и документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. Политический блок по Донбассу является частью Минских соглашений по урегулированию и предполагает среди прочего проведение местных выборов. Вчера, час десять в штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России по словам Геращенко Украина выполнила политический блок по Донбассу, приняв законы об амнистии и особенностях местного самоуправления Но эти законы не вступили в силу из-за РФ, написала Геращенко на странице в Facebook в воскресенье По ее словам, для реализации политических решений Россия должна отменить свои указы о признании так называемых документов Ордела, отдельных районов Донецких и Луганских областей, и так называемых результатов выборов, в 2014 и 2018 годах. По ее словам, Москва должна также отменить указ о паспортах для жителей Донбасса. Как считает Геращенко, должны быть реформированы все органы власти в отдельных районах Донецких и Луганских областей. «Любые региональные выборы в Донбассе могут происходить только после демилитаризации и по украинским законам», написала Геращенко. Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, когда после госпереворота на Украине, самопровозглашенные ЛНР и ДНР заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла уже три документа по деэскалации конфликта. 26 апреля, полночи 24. Небензя объяснил, почему жителям Донбасса требуется российское гражданство. Киев и Запад обвиняют РФ во вмешательстве во внутреннее дело Украины, однако Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, подчеркивая, что выступает за скорейшее разрешение ситуации, и отмечая нежелание Киева выполнять Минские соглашения по урегулированию. Президент РФ Владимир Путин, говоря об указе о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.